Друзья, мы рады вас приветствовать! Весна в самом разгаре, начинается посадочный сезон. И сегодня мы хотели бы предложить вам интересные идеи террасного озеленения. Сейчас коммерческие предложения поступают к нам в большом количестве. Какими же растениями можно украсить, например, свое кафе, какие-то навесы, ресторанчики и так далее. Не только кафе и ресторанчики можно украшать, можно также применять растения для украшения своих домашних террас, например, на даче или в загородном доме, под какими-то навесами, например, на той же самой лоджии или на балконе. В руках у меня вот такие шикарные подвесные кашпо с прекрасными растениями. Растения у нас разного типа. Покажем сегодня достаточно большое количество растений, видов растений, которые можно применять для озеленения. И также покажу новиночку, которая у нас появилась. Это ротанговые кашпо из синтетического ротанга, которые также прекрасно впишутся в любой интерьер и подчеркнут красоту растений. Оставайтесь с нами, досмотрите нас до конца, будет много полезной информации. И надеемся, вам что-то приклянется, что-то берете для себя. И понравившиеся растения вы можете приехать к нам в выходные дни, например, или в любой день. И приобрести для себя что-то интересненькое, которые можно применять для украшения террас, для навесов каких-то закрытых. Именно закрытых, не под открытым небом мы будем их размещать, а именно закрытых террас. Это растения комнатного или такого полууличного плана. То есть в дальнейшем их лучше на зиму, например, или в холодное время года заносить в помещение. Они будут прекрасно расти в домашних условиях и так далее. Если, например, вы хотите озеленить свое кафе или ресторан, также вы можете эти растения занести в помещение, где-нибудь в светлое место их расположить. Также под весном, например, состоянии или в кашпо на ножке. И они будут прекрасно расти в зимнее время. Опять же повторюсь, растения у нас комнатные, для открытых участков они не подходят. Растения, которые у меня в руках, пилея монетолистная. Очень неприхотливое ампельное растение с опушенными листочками. Считается почвопокровником, то есть ампельной тире почвопокровник. Прекрасно заполняет пространство, очень быстро разрастается. И ее можно не только выращивать в таком подвесном состоянии, но еще и обрамлять, например, какие-то композиции. Если у вас в широком, большом кашпо растет какое-то растение, например, сольного плана, то ей можно обрамлять, например, нижний ярус, то есть подсаживать к растению основному. И она будет очень активно заполнять пространство именно на горшке, возле основания самого растения крупного. Очень симпатично смотрится, прекрасно нарастает. Можно обрезать постоянно, можно формировать крону, можно укоренять легко, увеличивать количество горшка. Вот площадь по площади, она будет разрастаться в дальнейшем. Так, стоимость, стоимость не сказала. 1499 рублей стоимость вот такого горшка. Здесь 23 см диаметра, и плети уже довольно-таки крупные. Очень симпатично смотрятся. Далее, еще одно растение, которое также подходит для озеленения террас. Это пелея магнолия, лисная. Ой, пиперомия, извиняюсь. Пиперомия – это у нас растение полусуккулентного типа. Она не любит избыточный полив, так же, как и предыдущие растения пелея. Ее лучше лишний раз не долить, чем перелить. То есть она реагирует очень остро на избыток влаги, тем, что начнет осыпаться. Поэтому не бойтесь лишний раз засушить ее, она абсолютно ничем не пострадает, ничем не будет вас беспокоить. Поэтому спокойно она относится к такому режиму полива. В полусухом таком состоянии ее нужно держать. Также прекрасно выращивается в подвесной кашпо. Можно кашпо на ножках выращивать, в каких-то высоких, например, в озонах. Она красиво обрамляет. Нижний тоже низ горшка можно будет ей украсить. И по освещению главное – хорошее освещение, чтобы было. И достаточно, например, с утра солнышко ей и вечером. От полуденного солнца, конечно, лучше защищать ее, потому что у нас прямое солнце может оставлять ожоги. И если будет у вас, например, такое полутенистое место с свежим воздухом, она будет прекрасно там себя чувствовать. Стоимость ее – 1299 рублей. Наверное, успели заметить вот такие огромные, шикарные пепперомия сканденс или пепперомия лазящая. Это варигатная форма. Сейчас попробую один горшок достать. Ну, тут, конечно, очень мощное растение. Варигатность ярко выраженная. Чем светлее растение, чем больше проявление таких белых пигментов, варигатности, тем обильнее должно быть освещение для растения. Опять же, яркий рассеянный свет обязательно для нее. Не прямое солнце, иначе она может погореть. То есть, если также у вас, например, такая закрытая терраса с утренним солнышком или вечерним, не сильно холодное место, например, свежим воздухом, то прекрасно будет себя там чувствовать. Обрамлять какие-то колонны, например, рядом с колоннами или просто где-нибудь в открытом пространстве, как сольное растение. Очень оно смотрится эффектно, так мощно. И сниспадающие вот эти побеги прям такой водопад создают из растений. Стоимостью 1499 рублей. Тут уже прям готовый вариант озеленения, ничего не нужно ждать, когда она растит в новые побеги. Полноценное растение для украшения. Классический вариант ампельного растения, сразу не будем далеко уходить уже, это хлорофитум. Хлорофитум у нас прекрасно растет на свежем воздухе, прекрасно растет в любых вазонах, как подвесных, так и как плумба можно использовать, так, например, стоячих на ножке. Очень неприхотливая, очень быстро разрастается, эффектно смотрятся вот эти фонтанообразные листья, плюс варегатная форма, ярко, насыщенно, свежо, плюс еще размножается активно, выдает новые черенки. Вы можете посмотреть вариации, как можно их, например, высаживать. Здесь кашпо на ножках, очень эффектно, несколько растений, если посадить. Потом они еще будут выдавать вот такие вот стрелки с новыми растениями, то есть размножаться будут. И это будет добавлять еще такой более эффектный вид. И вот кашпо на синтетической основе. Это у нас полиротанговый кашпо, вот, кстати, новинка, про которую мы сейчас хотели вам рассказать. Натуральный такой вид имеет плесеное кашпо. Здесь балконный ящик в таком виде сделанный. Прекрасно смотрятся в нем растения. Сейчас покажу. Несколько растений можно высадить, любого плана. Хлорофитум вписался в него идеально. Стоимость такого ящика 2268 рублей. Стоимость хлорофитума 369 рублей. Здесь у нас поместилось 4 штуки хлорофитума. Готовый вариант для озеленения. Кафе, тоже ресторан в каком-то натуральном стиле, например, сейчас эко-стиль. И кашпо из синтетического ротанга, они очень прочно, устойчивые к различным условиям окружающей среды. Не выгорают, смотрятся натурально. То есть даже под воздействием воды, если будете сверху, например, лить воду активно, то они ничего не будут терять, ни окрас, никак не изменяют свой внешний вид. Также есть вот такого плана корзины. Очень эффектно смотрится. 2772 рубля. Кашпо неополиротанг. Это у нас цвет орех. Диаметр у него 33 сантиметра, объем 20 литров. Прекрасно также можно в нем размещать как раз-таки наши анклиные растения, которые будут снизу падать, обрамлять, на подставку, например, расположить. Или просто как клумбовое такое кашпо. Можно просто поставить огромный горшок с растением в него, и будет тоже очень интересно смотреться. Главное, что вид натуралистичный, очень материал функциональный, простое в использовании. Можно воспользоваться таким вариантом. Еще одно кашпо с ручками, вот такое большое, для крупных растений или для создания клумбы, например. Даже можно какую-то ярусную композицию создать. 40 литров у него, 50 сантиметров в диаметр. Цвет орех, 4872 рубля. Итак, у нас стоимость, я называю оптовую. И хочу еще напомнить, что у нас до конца апреля действует акция. Называйте промокод Дача на кассе. И если у вас даже нет нашей оптовой карты, то можете приобрести любой товар по оптовой цене. Успевайте. У вас еще есть растения, которые подойдут для вашего пирасного озеленения. Еще одно топ растения, которое прекрасно подходит для ампельного озеленения. Это эпипремнум. В руках у меня эпипремнум золотистый ауреум. Стоимость 899 рублей. Растение не спадающее. То есть у него лиановидные побеги, которые активно наращиваются в длину до 4 метров. Может спокойно вырасти в домашних условиях такое растение. Прекрасно подойдет для нежарких каких-то открытых террас, например. Или офис прекрасно. Тоже он обрамляет стены в офисе. Используется для офисного озеленения. Для помещений, естественно, в домашних условиях. Также хорошо подходит. Неприхотливый абсолютно. К свету очень толерантный. При недостатке света также нормально себя чувствует. Можно его использовать в полу тени выращивать. Но если будет яркое рассеянное освещение, то, естественно, окраска будет его намного ярче. И рост, соответственно, будет больше. Можно формировать его стрижкой. То есть можно контролировать рост. Например, делать его шапочкой. Как вам хочется обрамлять кашпо. Те же самые, например, на ножках. Или просто пустить его в свободный рост. И делать зеленую стену на опоре. Например, как вариант. Еще одно очень популярнейшее растение для озеленения. Которое подходит даже для озеленения на свежем воздухе. Это у нас плющ или хидера. Абсолютно большое разнообразие у нас представлено. Различных сортов. Кто-то может варигатные формы для себя посмотреть. Кто-то зеленые, например. Чисто зеленые растения. Форма листа тоже разная. Разные сорта, виды. Какие-то интересные разновидности. Здесь вот и не крупные варианты представлены. То есть совсем еще маленькие. Которые подходят, например, для каких-то небольших подвесных кашпо. Если вы хотите, чтобы у вас изначально как-то растение росло. Само в рост активный шло. Ну, если есть желание, например, какие-то небольшие помещения украшать. То есть более компактного плана. Можно вот такого посмотреть варианта. Есть уже готовые, сформировавшиеся крупные кашпо с хидерой. Например, вот у меня в руках хидера вандер. Это зеленая форма с без варигатности. Лист у него более округлый такой. Так, диаметр горшка 23 сантиметра. Стоимость 1997 рублей. Разрастается очень хорошо. При хорошем освещении рост будет очень активный. Если будет не слишком жаркое, сухое помещение, то практически вообще ничего не поражается. Прекрасно наращивает зеленую массу. Постоянно в такой сочной зелени находится. И очень радует своим внешним видом. Опрыскивание желательно регулярное. Для террас, например, да, чтобы не сильно было солнце яркое на него светило. Тоже прекрасно подходит. Можно, например, выпустить по опоре или по растению какому-то крупному. Как почвопокровное растение или лазищее. Допустим, можно имитацию такую сделать, как будто по растению плетется другое растение. То есть такие тропические немножко мотивы. Тоже можно его использовать. Вариации здесь разные. Есть еще более мелкий вариант. Горшок небольшого плана с 17 см диаметром. Это у нас Mint Calibre. Очень интересный сорт, необычный. У него окраска листа очень эффектная. Красивый очень плющ. Стоимостью 1275 рублей. Смотрится ярко. Плющ у нас подходит именно для открытых пространств. Ну, то есть с поднавесом, но можно свежий воздух, чтобы гулял. Не бойтесь сквозняков. И эффектно смотрится. На зиму заносите его в помещение. При хорошем освещении, при несухом воздухе будет прекрасно себя чувствовать в зимнее время. Также уйдет на период покоя, конечно, становится в росте. Но, тем не менее, потом на следующий год можно прекрасно его дальше выставить обратно на террасу и выращивать. Очень эффектно. Это коллизия. Тоже она у нас в кашпо-подвесном плане. Вот такой вот шарик. Если будет не жаркое помещение, например, такое полутенистое, с утра солнышко или вечером, также оно будет прекрасно себя чувствовать. Растение у нас такого полусуккулентного типа, но на свежем воздухе оно очень быстро испаряет влагу, поэтому нужно всегда наблюдать за тем, как оно будет выглядеть. То есть у нее очень быстро теряется тургор воды, если слишком жарко и сухо, и поливать ее придется почаще. А смотрится она очень эффектно. Подходит, кстати, для озеленения даже в детской комнате. Она ничего не выделяет в пространство, абсолютно безопасно, никаких аллергенов она не выделяет. Ну и единственное, конечно, чтобы, если вы будете размещать детское, например, то не контактировал ребенок с растением, чтобы где-то повыше было это размещено. Хорошее освещение, умеренный полив, и достаточно прекрасно будет она себя чувствовать и как в домашних условиях, так и в условиях, например, полуоткрытого такого типа, террасы, лоджии, балконы и так далее. 899 рублей стоимость коллизии. Вот такого плана. Это пилея. До этого мы показывали, пилея у нас монета листная, здесь у нас пилея прижатая кашпо. Это типичный ампельник почвопокровник через тире. Хорошо ей можно оформлять, например, нижние ярусы растений, подсаживать. У нас это очень любят делать. Если высокая кашпо, например, с большим крупным растением, то можно на нижний ярус закрыть землю, подсадив вот такую пилею. В междоузлях у нее очень активно образуются воздушные корни. Она хорошо укореняется самостоятельно и будет образовывать прям такую плотную шапочку на земле, закрывая тем самым неприглядную часть в кашпо, которую всегда все стараются скрыть. Ну и как ампельная, тоже подвесновая кашпо, она очень эффектно смотрится, неприхотливая, абсолютно неприхотливая. Также ее нужно ограниченно поливать, смотреть, чтобы она не перелитая была. Первый признак перелива пилея – это активное осыпание и сбрасывание листвы. Прямо сразу, как только перелете, потрогать ее, она может сбросить листья. Поэтому аккуратно с поливом лучше ее не долить лишний раз, чем перелить. Хорошее освещение, можно даже формировать стричь. И она будет прекрасно расти, себя чувствовать и обрамлять пространство. Стоимостью 899 рублей. Здесь у нас горшок 15 см диаметра. Пересадить уже можно чуть побольше, сантиметров на 17, взять на 18 горшок. Тоже такого плана. Либо подвесной, либо простой кашпо, но чтобы где-то располагалось на какой-то подставке, например. Так, и еще одно растение. Сейчас покажу интересное, необычное. У нас оно тоже не часто бывает в продаже. Это плектрантус. Вот такой вот плектрантус южный. Эффектнейшее растение. Да, он еще по-другому называется комнатная мята. Ароматное. У него здесь вот этот сорт глянцевый лист имеет такой округлый, неприхотливый, очень прекрасно нарастает, хорошо укореняется. Плюс абсолютно он толерантен к свету. Будет быстро образует вот такую шапочку. Можно прекрасно его расчеренковать, например, посадить в другой соседний горшочек. И он довольно быстро заполнит собой пространство. По растению неблагодарное это даже как не лиана подобная, а такой полуампельный тип. У него сначала прямо стоячие побеги, которые потом сниз спадают под собственной тяжестью и уже идут так вот просто вниз. 1499 рублей. Горшок 23 сантиметра диаметром. Повешиваем. Очень тяжелый. Эффектность еще и декоративности он добавляется за счет вот этих красных черенков, черешков и красноватых вот таких вот прожилок. Смотрится, конечно, очень интересно, необычно. Но самое главное его достоинство, что крайне неприходливое растение. Очень легко размножается и будет прекрасно себя чувствовать. Так, еще одно растение покажу. Это у нас пелея арбузная. У нас сегодня много пельней. Пелея арбузная получила свое звание за счет того, что окраска листьев чем-то напоминает арбузик. Не знаю, полосатая такая, веселая. Это не варигатность, это серебристая пигментация на листьях, полосатость. Чем ярче освещение, тем насыщеннее будет выделяться вот эта прожилчатость интересная, вот эти вот вариации. Растение также полуампельного типа. Сначала она прямо растет, а потом сниз спадает под собственной тяжестью. Смотрится очень эффектно. Пелея также не терпит избыточного полива. И при хорошем освещении, опять же повторюсь, будет активно наращивать листья. 1 499 рублей. Мощное такое растение. Кашпо очень такое крупное. Пелея арбузная кодье. Прекрасно также размножается она черенкованием. Подается прекрасной обрезке. Можно ее обрезать практически наполовину. И она будет заново наращивать новые листья. И образовать опять такую шапочку. И еще одно растение, которое можно выращивать как на закрытых террасах, так и даже в открытом грунте. Это будра клющелистная. Здесь у нас варигатная форма. Активно разрастается. Активно заполняет свое пространство. Очень эффектный почвопокровник. Можно ее на клумбах располагать. Можно в подвесных кашпо, например. То есть у нее разнообразное применение. Можно даже на лоджиях выращивать, на балконе и так далее. Ну, вообще это растение открытого грунта у нас. Стоимостью 1119 рублей. Варигатная форма очень эффектно смотрится. Плюс она еще цветет такими сиреневатыми цветками. И очень сильно пахнет. Она очень запашистая. Такой аромат мелисы и мяты. Необычное растение. Интересное и эффектное. Надеемся, что что-то вас привлекло. Может быть будете какие-то использовать варианты для своего озеленения. Может быть какие-то придумайте свои методы использования этих растений. На этом наш небольшой обзор завершен. Мы благодарим вас за просмотр. Напоминаю, что действует у нас до конца апреля. Осталось у нас всего 4 дня. Акции при покупке. Если у вас даже нет оптовой карты. Назовите на кассе промокод «Удача». И можете приобрести любой товар по оптовой цене. Если у вас нет возможности приехать к нам в гости, то можете оформить заказ у нас на сайте. Также при заказе на сайте у вас будет действовать оптовая цена на любой товар. Не упускайте момент воспользоваться этой возможностью. Приближаются выходные. Проводите время с пользой. Приезжайте к нам. Приобретайте свои любимые растения. Потому что уже весна. Близится. Хочется уже зелени, радости и так далее. Напоминаю, наш адрес. Город Новосибирск. Северный проезд 9. Приезжайте к вам гости. Город Новосибирск.